Ребят, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Я начинаю новый влог. Мы сейчас в дороге, у нас утро субботы. У меня такой вид, как будто бы гуляли всю ночь, но так и есть на самом деле. Очень хорошо отпраздновали Рождество. Я вчера выложила первое видео о закупках, о том, как мы готовили рождественский стол. Вернее, не готовили, а просто закупали продукты. Сегодня или завтра уже постараюсь выложить видео о том, как мы праздновали. Милян, мы хорошо отпраздновали Рождество? Дед Мороз приходил? Да. Да, вот. Было очень-очень классно. Устали со свекровью, честно говоря. Наготовили много всего. Я ей сразу сказала, что это слишком. Но она говорит, что я по-другому не могу. То есть для меня лучше пускай будет слишком, чем мало. В общем, устали, но ничего. Потом на следующий день отдохнули, съездили в Инфлёр, прогулялись. Я потом расскажу подробнее, о чем мне удалось поговорить со свекровью. Покажу вам нашу готовку, что мы готовили на Рождество. А сегодня мы едем в Милан. Что тебе подарил Дед Мороз на Рождество, Милан? Аэропорт. Аэропорт. Ну а самый большой подарок? Куат. Куат подарил ему Дед Мороз. Честно говоря, ездит настолько быстро. Максимальная скорость 45 км в час. Но Милан делает очень хорошо. Но все равно мы сейчас едем в город Кан, чтобы купить ему защиту. То есть там каску, все такое. Чтобы не дай бог что. Но я вообще, я только муж меня этим занимается, контролирует его, потому что для меня это страшновато. Я попробую свой подарок. Сад тебе. Ты доволен? Милан, ну это реально как машина. А? Круто? Папа потом снимет. По дороге меня ждал, смотрите. Вот такой подарок от Марии. Уже неоднократно Мария получаю посылки от вас. Огромное вам спасибо. Честное слово, вы для меня стали действительно близким человеком. Потому что, сами того не подозревая, я уже говорила, поддержали в очень трудную для меня минуту. Большое вам спасибо. И я вам на полном серьезе уже говорила, что двери моего дома для вас всегда открыты. Если соберетесь, пожалуйста, будем ждать в гости. Миланчик, сейчас откроем посылку? Да. Мы, кстати... Да, кстати, вот эти русские конфеты. Помните, что я снимала видео о подарке Ларисы, о посылке огромной, с большим количеством конфет русских. Я угостила своих французских свекра и свекровь. Им, в принципе, понравились. Моей свекрови больше всего понравилась халва в шоколаде. Так что зашло очень хорошо. Сейчас откроем посылочку от Марии из Болгарии. Мария, большой вам еще раз привет и огромное спасибо. Смотрите, все как красиво упаковано. Завязано такими вот этими ленточками. Боже, Мария, ну вам огромное спасибо. Написано на болгарском. Без веселых праздницей, праздницей. Веселый праздник или что? Сейчас, подождите, я сниму. Ребята, смотрите, какая красота. Я, блин, взбаламутила и пузырьки появились. Смотрите, какая красота пришла. Блин, пузырьки мешают. Не разбилась. Хотя, мне кажется, посылку открывали, проверяли. Очень красиво. Сейчас есть еще что-то. Сейчас есть еще что-то, сейчас дам. А мне, смотрите, какой шикарный подарок. Ночной крем с розовой водой. Настоящий из Болгарии. И дневной крем. Класс, очень рада. Мария, огромное-огромное спасибо. Книжка для тебя? И бальзам для губ. Супер просто, Мария. А, да. И еще книга. Я ее обязательно прочту. Это книга, которую написала сама Мария. У меня только от дыма еще. Спасибо вам огромное, Мария. От мужа, от Милана, от всех. Милан, покажи обновку. Тут хорошенький. Как тебе, шапочка, ушки защищены, правда? Да. Супер. Сейчас в китайском ресторане у нас обед у Милана такая лапша китайская. И сброшивает из курицы. Они очень вкусные, да, Милан? Угу. Карамели как-то так делают. Я себе взяла рыбу. Она сделана на пару. Тоже очень вкусно, нежно получается. Несуха, рис, китайские грибочки такие вот, видите? Овощи. И еще такие тоже, как наши, не знаю, как кроверки такие. Внутри креветки, а здесь и курица, и какие-то овощи тоже еще. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. А, вот он. У мужа моего, смотрите, тут как всегда. Там он все теплая. И сразу будет вместе. Несуха, и горячая, и холодная. Вот так. Милан пошел с папой в магазин, а я тут в машине прикорнула. Ищут они защиту, как я вам говорила, для своего клада. Стоит очень дорого. Одна каска, по-русски тоже называется каска, да? Стоит 100 евро. Представьте, сам этот клад, то есть, обошелся, я не знаю, наверное, но дорого, довольно дорого. Плюс еще закупить защиту. Вообще, какой-то получается золотой новогодний подарок для Милана. Ну вот, бабушка решила, что он заслужил, хорошо учился. Короче, вот так вот. Пошли они выбирать. И получается, я прочитала уже комментарии под видео, которое вышло, да? Когда мы закупали продукты. Да, дело в том, что я положилась полностью на свекровь. То есть, мы когда договаривались, что будем готовить, она сказала, что не волнуйся, мы приедем, сразу пойдем в магазин или на рынок, купим все необходимое. И то есть, волноваться вообще ни за что не надо. И после того, когда уже приехали домой, все распаковали, немножечко отдохнули, пообедали. Мидиями тоже покажу вам, готовил мой свекор. Обожаю этот рецепт со сливками. Просто так вкусно получается. И потом уже со свекровью вечером стали готовить мы. И меня опять удивило, что мы были с ней на кухне, и постоянно подходил мой свекор. Вот настолько он привык, что они все делают вместе. Постоянно говорил девочке, что вам помочь. Он там и устрицы почистил, и еще что-то сделал. То есть, постоянно-постоянно я уже говорила, отдохните, посидите. Мы как бы тут сами справимся. Мы готовили, получается, где-то 6 часов за свекровью. До 9, наверное, точно. Потом в 9 приехала сестра моего мужа. И свекровь мне сделала признание такое, которое было приятно услышать для меня. То ей очень нравится готовить со мной вдвоем. Почему? Потому что я интересуюсь. Я вам уже давно говорила, я обожаю наблюдать, когда кто-то готовит. А тем более, когда кто-то готовит какие-то блюда, которые для нас являются чем-то экзотическим. Потому что, например, те же устрицы, мидии. Я уже сейчас знаю, как готовить, но мне все равно всегда интересно посмотреть, как это делает человек, который действительно в этом разбирается. И я интересуюсь, я у нее спрашиваю. У моей свекрови огромный опыт. Это ее хобби готовка. Она обожает. И при том она готовит и сладкое, и соленое, и любое там, в общем, в любом-любом виде. Единственное, что, конечно, она очень часто кладет масло. Допустим, может там жарить что-то на масле. Это не есть хорошо, но вот это есть у нее такое. Но ей буквально можно дать какой-то там овощ или что-нибудь еще. Как я у нее спрашивала про артишоки. Я ей просто купила артишоков, принесла, сказала, научите. И вот она мне показывала блюдо, которое можно приготовить с артишоками. И вот мы с ней беседуем, пока готовим. Я помогаю, так, знаете, что-то почистить, порезать, накрыть, что-то еще. Ну, а готовит в основном она. Это, конечно, большое облегчение для любой хозяйки. Мне еще что нравится в свекрови, что с ней можно, в принципе, поговорить на любые темы. И я могу быть уверена, что это, знаете, не пойдет там дальше распространяться, эта информация. И что мне еще в ней больше всего, наверное, нравится. Это, например, если я что-нибудь ей рассказываю, да. И она мне всегда говорит, ты хочешь услышать мое мнение? То есть она мне всегда вот так вот спрашивает, ты хочешь услышать мое мнение? И если я говорю да, то она высказывает свое мнение, притом не навязывая его. Вот это мне нравится больше всего. Если я говорю нет, но такого пока что не бывало, потому что я для этого и рассказываю, чтобы услышать ее мнение. Ну, если я говорю нет, то она, конечно же, не будет развивать эту тему. Но вот то, что она не навязывает свою точку зрения, и в принципе, если ее не просят, если не допускают куда-то во что-то, то она туда и не лезет. Это очень важно, мне кажется, это бывает редко. Я это очень сильно ценю. Поговорили с ней по поводу детей, потому что вот у брата моего мужа буквально, наверное, сколько, 8 месяцев назад родился ребенок. Первый ребенок, маме 40 лет, я писала об этом в Инстаграм. И вот буквально где-то 2 месяца или 3 она его прокормила грудью. И потом сказала, что все, как бы больше не буду, бросила. Перешла полностью на искусственное скармливание. И вот я поговорила со свекровью, что она думает по этому поводу. Моя свекровь сказала, что она считает, что с пользой можно кормить ребенка до 6 месяцев. Вот 4-6 месяцев, она сказала, это самое то, что вы можете дать полезное для своего ребенка. И это оптимальный срок, потому что потом уже это как бы многовато. Я Милана кормила до 16 месяцев. И я считаю, что это тоже, ну не то, что много перебор. Ну, например, сейчас я считаю, что где-то вот до года можно спокойно прокормить и потом уже переставать. Раньше, когда кормить было нечем, тогда и француженки где-то продлевали грудное вскармливание до, наверное, до 2 лет. Она мне говорила что-то такое. Ну, а сейчас, когда мамы рано выходят на работу, в этом есть и плюсы, и свои минусы. Конечно, об этом можно спорить бесконечно. Но вот она говорит, как бы во Франции норма это 4, максимум 6 месяцев. Я посмотрю, конечно, 4 для меня это как-то слишком мало. 6, в принципе, тоже маловато. Но вот до года, мне кажется, это такой действительно оптимальный срок. Сейчас мы поедем еще съездим в другой магазин за продуктами. Потому что свекор со свекровью уехали, сестра мужа уехала. И завтра к нам приезжает новая партия гостей. Как раз вот брат с женой с маленьким ребенком и с девочкой со старшей дочкой от предыдущей жены, которую я уже снимала. Вы ее многие видели. Миланчик ее очень ждет. Это его самая настоящая подружка. Они очень хорошо уживаются вместе. Так что сейчас уже готовка будет на мне. Я, в принципе, более-менее прикинула, что буду готовить. И вот, надо купить продукты. Покажись. Малявка. Ну, блистай, не смешно. Конечно, не смешно, просто ты красивый. Если ты... 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 Нет. Но я и поймала, что не важно. Нет, нет проблем. Это само производства для моих. Милан, ты видишь вот так. А, мне, что ты такое. Так, ты знаешь? Ты знаешь это? Нет, я не знаю. Я author label. Ну да. Лри Д Ish... Сейчас я круто. Это защиту для рукlisted? это такая, да? ты можешь отрабатывать или не... да, я могу отрабатывать начать пекинги? да он себе, он же мой цветок я хочу посмотреть ты рад? это то, что ты хотел? да твои друзья как увидят тебя скажи позовем Тони покажи покажи вот так вот я спать хочу посмотрите на этого месье ну ты вообще, ты как знаешь я не знаю, какой-то Avenger правда? какой-то супергерой, правда? паранджер ой, паранджер идем сейчас в магазин обуви Саламандер или как он там называется? муж купил мне ботинки обувь на новый год классные кожаные с таким немножечко утеплением короче, евро зима зимняя видите, вот такие вот, коричневого цвета и идем менять потому что немножко мне маловато видимо, ноги отекли короче, не влажу ой, ниндзя, ниндзя ну ты смешной, Милан все видят с тебя смеются все думают, что это за такой супергерой на улице попали на дегустацию чая очень вкусный, кстати проводили различные там сорта показывали мы попробовали а сейчас Миланчик смотрит тут какое-то уличное марионеточное представление Миланчик людей много все гуляют и уже, кстати, начались скидки мы не докупили подарок для брата моего мужа как раз сейчас зашли взяли классную пижаму такая двойная пижама видите вверх и низ все с длинным рукавом утепленное такой вот цвет стоила она 30 евро сейчас скидка на нее 60% то есть очень даже выгодно попали покупаем такие французские сладости тесто, которое запекается в масле потом посыпается сахарной пудрой в общем так жирненько но вкусненько часто здесь в Да, Умьян хочет такие, говорит, картошку хрить для меня сладкую. Все у меня теперь? Да, я съесть. Не так. Попробуй. Ладно, убери, горячая. Ну как? Вкусная, может, давай снимем тебе вот эти, что на ручках? И очки сними, Умьян. Ребята, вот это пончики наши. Какие же вкусные. Саиль, Афла, он будет, у меня уже замерз этот магазин.